Как правильно держать клюшку? Возьмите клюшку в верхнюю руку и поднимите ее вертикально вверх. Теперь приставьте локоть с другой руки к перчатке и схватите клюшку. Вот примерно на таком расстоянии должны быть кисти рук. Проверяйте себя таким образом. Конечно, во время броска, передачи или во время ведения шайбы вы передвигаете руку дальше по рукоятке. Это движение усиливает рычаг и дает выигрыш в силе. Если кисти рук расположены на близком расстоянии друг от друга, бросок будет слабее. Запомните, что во время броска кисти рук дальше друг от друга, чем при ведении шайбы. И запомните еще одно правило. Не прижимайте руки и локти к телу, когда вы работаете клюшкой. И не прижимайте руки к бедрам, иначе вы не сможете двигать руками из стороны в сторону. Еще несколько слов о том, как правильно держать клюшку. Иногда игроки держат клюшку слишком близко к телу и упираются правой рукой вот сюда, в таз. Они пытаются работать клюшкой и передавать шайбу из этого положения. Но для этого руки должны двигаться свободно. Игроку нужно научиться работать клюшкой из положения, которое называется Nevel Grip — хват на уровне пупка. Верхняя рука находится вот здесь, возле пупка. Из этого положения введем шайбу внутрь, вокруг, лицевой стороной, пильной стороной, чтобы не было зажима в области таза.